Еще раз здравствуйте всем. Сегодня мы в нашем вебинаре затронем такую специфическую тему, она очень узкая, конечно, тем не менее, я надеюсь, что она будет для всех интересным. Может быть, кто-то даже уже сталкивался с этим. Итак, наша тема, сегодняшняя тема – это технические средства реабилитации, новый способ обеспечения техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью посредством электронного сертификата. Надо сказать, что электронный сертификат, этот способ мы подглядели, так сказать, на Западе. Я, честно сказать, уже не помню, где именно, в какой стране мы это подглядели, но тем не менее, это не наше изобретение, не российское. И мы, наверное, лет уже 10 пытались убедить правительство внедрить такой способ общения техническими средствами реабилитации. Ну вот и, наконец, правительство услышало нас и решило внедрить и в Россию эту систему. Итак, что такое электронный сертификат? Ну, если совсем в общем, то электронный сертификат – это размещенные в государственной информационной системе, электронные записи, которые содержат сведения о праве гражданина, относящихся к определенной категории, на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счет соответствующего бюджета. То есть здесь очень широкое определение дано в статье 2 федеральных закона от 2020 года номер 491. Потому что подразумевается, что эта система будет расширяться и будет использоваться не только для приобретения технических средств реабилитации, но и для других каких-то вещей. Собственно, в Москве это уже используется. Допустим, на социальную карту раньше перечислялись какие-то баллы, и используя эти баллы, можно было приобретать продукты или даже какие-то товары длительного пользования. Например, там, допустим, холодильник, электрическая плита или газовая плита и так далее. Если же в более конкретном смысле, то электронный сертификат это запись и в реестре, и запись в электронной карте МИР, который привязан к принадлежащему конкретному человеку, которому выдан этот сертификат. Используя карту МИР, соответственно, человек может приобрести те или иные товары или услуги. Ну, в данном случае мы говорим прежде всего, конечно же, о технических средств реабилитации. То есть получается, что на самом деле на карте нет никаких денег, там просто есть запись, что человек имеет право потратить на покупку определенного вида товара, то есть технических средств реабилитации, который стоит, ну, определенную сумму. Сумма определяется, опять же, исходя из, определяется по последнему тендеру госзакупок на этот вид ТСР. Соответственно, если человек получил этот электронный сертификат, он получает соответствующую запись на свою карту МИР и именно МИР, потому что другие карты других систем, к сожалению, в этой системе не работают. Поэтому он идет в магазины или, ну, тем, кто в организации, которые продают, реализуют технические средства реабилитации, и он там может приобрести. При этом надо сказать, что он может приобрести и то средство реабилитации, которые стоят дороже, чем рассчитан сертификат. При этом он имеет возможность, конечно, доплатить из своих личных средств. Ну, и, конечно же, условие, что это средство должно, технические средства реабилитации должны соответствовать всем требованиям законодательства. То есть оно должно быть прописано в УСБПРА, оно должно соответствовать тому, что ему прописано. Если вам положено несколько видов ТСР, их можно указать в одном заявлении, то есть здесь имеется в виду, конечно, о заявлении на получение сертификата. На каждый вид ТСР выдадут отдельный сертификат, но все сертификаты будут привязаны к одной карте. Ну, вот, собственно, что в общих чертах представляет электронный сертификат. Ну, и что там, собственно, какая информация в этом сертификации определяется? Это вид, качество ТСР, ой, извиняюсь, количество ТСР, которое можно приобрести по сертификату, максимальная цена за единицу ТСР, которую можно оплатить сертификатом, срок действия, в течение которой можно использовать сертификат. Ну, срок действия для ТСР, как правило, это год, то есть, в принципе, такой же срок, который действует при получении направления на обеспечение ТСР. Как получить электронный сертификат? Ну, здесь в Даунке все просто. В связи с внедрением, да, всей вот этой, и улучшением, развитием информационной сферы, теперь все можно сделать в Даунке быстро, не выходя из зома. Можно через, но первый способ, это такой Даунке старый, да, МФЦ, через МФЦ, Литературальное отделение социального фонда России. Подается заявление и документ, удостоверяющий личность. Ну, или документ, удостоверяющий, подтверждающий, что вы являетесь представителем, законным представителем человека с инвалидностью. Ну, и, конечно же, номер карты МИР, выпущенный любым банком. Ну, и второй способ, как я уже говорил, можно не уходя из зома, это через портал госуслуг. Здесь нужно заявление и номер карты МИР. Срок оформления 5 дней. Как видим, все достаточно быстро. Также можно, есть возможность и отказаться от сертификата. Итак, что нужно делать, если так пошагово? Нужно подать заявление на сертификат, ну, например, в сети интернет через госуслуги или очно в территориальном органе социального фонда, либо через МФЦ. Дальше вы покупаете выбранный вами ТСР, который вам прописан, и в магазины лично, либо, допустим, в онлайн-магазине, но только в тех, которые подключены к государственной информационной системе электронных сертификатов. Понятно, что не все магазины, не все организации, которые реализуют ТСР, продают, их подключены к этой системе. Поэтому нужно быть внимательным и иметь это в виду. То есть вы можете реализовать сертификат не в любом магазине, не у любой организации. Поэтому вы дополнительно должны узнать, подключен ли магазин к системе электронных сертификатов, и сможете ли вы использовать свой электронный сертификат для того, чтобы приобрести ТСР, прежде чем туда идти и ехать, или, ну, соответственно, уже покупать. Если вы по какой-то причине решили ТСР другим способом, да, ну, нашли, допустим, ТСР, который вам подходит по всем, так сказать, параметрам, вам он удобный, да, так сказать, это находится ближе просто для вас, но этот магазин, допустим, не подключен к системе электронных сертификатов, соответственно, вы можете под заявлением об отрыве сертификата, то есть отказаться от него, и купить, так сказать, приобрести его более традиционным способом. Как использовать его? Найти, вот на сайте есть социального фонда, есть каталог технических средств реабилитации, и, соответственно, там же находится необходимый товар. Выбрав изделие, появится карточка товара с описанием и кнопки, с помощью которых можно посмотреть на карте перечень магазинов, продающих данный ТСР в вашем городе, или онлайн-поставщиков, осуществляющих доставку по вашему адресу. Ну, соответственно, вы можете сравнить цены на необходимый товар вашего пострадания и других магазинов. Также под фото товара появится средняя цена за товар, узнать текущую предельную стоимость электронных сертификатов на данный товар в конкретном регионе, то есть там есть отдельная кнопка «За узнать стоимость электронного сертификата». Это важно. Обязательно обратите на это внимание, потому что понятно, что магазины, организации, скорее всего, будут продавать дороже, чем за сертификат, и, соответственно, вы, реализовав сертификат, вынуждены будете оплатить, так сказать, из своих собственных средств, дополнительных, которых вам никто уже не компенсирует. Поэтому, да, обязательно узнайте, покрывает ли ваш сертификат ту цену, которая установлена у конкретной организации, в конкретном магазине. я бы еще, наверное, посоветовал людям, которые уже собираются купить, ну, нашли, допустим, в каком-то магазине и хотят купить ТСР за электронный, используя электронный сертификат, на момент покупки списать все наличные средства с этой картой. Вот. Потому что, если, допустим, вам сказали, вам на словах, допустим, могут сказать, что да, да, он, как бы, он соответствует, вы за сертификат можете купить ТСР. На самом деле, она окажется дороже, и система, скорее всего, автоматически спишет и сначала сертификат, а потом ваши деньги. Ну, чтобы такое вдруг не произошло, и вам потом не приходилось там доказывать, что вы не хотели тратить свои деньги и вас обманули, то лучше всего, конечно, на момент покупки лишних денег не иметь, наличных средств на карте не иметь. Или иметь их там на каком-то другом счету, на другой карте, чтобы, ну, если вы все-таки передумали, да, подумали, все-таки решили купить и доплатить уже из своих средств, чтобы вы точно знали, что вот здесь у вас электронный сертификат, а здесь у вас деньги, и, соответственно, вы можете подумать, купить или не купить. Ну, потому что если электронный сертификат спишется, а цена окажется больше, ну, то, соответственно, покупка не осуществляется, и, соответственно, вы еще имеете возможность подумать, доплачивать или откатить покупку назад, отказаться от покупки. Ну, и, конечно же, узнать текущий предель стоимость при оформлении компенсации на данный товар в конкретном регионе, узнать кнопку стоимость, кнопку узнать стоимость компенсации. Ну, в принципе, стоимость компенсации и стоимость электронной сертификации это, ну, собственно, одно и то же, потому что, хотя, наверное, не всегда, потому что дело в том, что сертификат можно использовать в другом регионе. Это очень удобно, потому что вы, допустим, получая сертификат в Москве, проживая, вы можете купить по сертификату в любом другом регионе, но, соответственно, это гораздо удобнее, чем если бы вы были бы, допустим, только ограничены своим регионам. Ну, соответственно, учитывая развита система доставки, да, которая развита сейчас, это очень удобно. Ну, и как формируется стоимость сертификата? Ну, здесь ничего нового, как я уже говорил, согласно действующему законодательству учитывается последний исполненный контракт в данном регионе по данному конкретному техническому средству реабилитации. То есть цена на ТСР может меняться каждый год. Иногда бывает, что даже в течение года может измениться, так это уже бывает, поэтому надо быть внимательным. А раз уж в системе есть такая удобная кнопка на сайте фонда, то, соответственно, обязательно ею пользуйтесь. Раньше надо было специально заходить на сайте Глосс-закупок и там искать. Ну, это, в принципе, там найти было несложно, но, тем не менее, это было немножко сложнее, да, там надо было искать. А здесь, в принципе, зашел, в этот раз сделал электронный сертификат, нажал на кнопку, посмотрите, и, соответственно, вы уже знаете, сколько стоит ТСР в вашем регионе. Соответственно, вы уже точно будете знать, сколько вам придется доплатить, и, допустим, если вы нашли какой-то ТСР, и вы хотите купить у какого-нибудь магазина, и вы хотите купить именно там. оно там, ну, соответственно, может стоить дороже. Ну, если стоимость ТСР превышает, стоимость электронный сертификата, получать ее услуги, можно доплатить в свои собственные средства. об этом уже было сказано выше. Ну, и магазин, который принимает электронные сертификаты, их можно узнать на сайте социального фонда. там по данной ссылке открывается карта, и они там отмечены на карте, и, соответственно, вы можете их найти для себя те, которые поближе к вам, ну, и, соответственно, зайти и посмотреть, какие они конкретно реализуют технические средства реабилитации. Можно ли отменить покупку по электронным сертификатам, да, возврат происходит в том же магазине или торговой сети, где был приобретен товар. Ну, в принципе, как бы по обычным действующим правилам возврата товаров, которые установлены законодательством с России, при наличии оснований необходимо предъявить ту же карту платежной системы МИРС, с которой был списанный сертификат и, соответственно, возвращенное количество будет восстановлено сертификата, если срок действия не стек, то вы снова сможете использовать сертификат на приобретение товара. надо сказать, что сертификат, в сертификате определены, что, как уже говорил, количество товаров, допустим, у вас там 60 памперсов, то есть возникает вопрос, по сертификату один памперс, допустим, стоит столько-то, да, ну, условно говоря, столько-то, а у магазина стоит, ну, допустим, на 10% дороже. Возникает вопрос, а смогу ли я, так сказать, купить за сертификат, допустим, не 60, а, ну, допустим, да, допустим, ну, то есть, чтобы уложиться в сертификат, ответ нет, нельзя. Система учитывает именно цена на каждый конкретный товар и, соответственно, определяет их количество. То есть вы не можете так сделать, чтобы уложиться в рамках сертификата, вам придется доплачивать и своих средств. Ну, вот, в принципе, наверное, в основном все, ну, хочу, наверное, еще добавить, что у нас практически, ну, не было вопросов по электронным сертификатам, почему я не знаю, может быть, потому что людям все понятно, я до того допускаю, может быть, потому что люди еще очень мало пользуются этой системе, может быть, многие просто об этом не знают. Тем не менее, я считаю, что эта система очень удобна для людей с инвалидностью. почему, потому что в отличие от, допустим, получения их непосредственно из организации, да, по направлению фонд социального страхования или соцзащиты, обычным способом, да, когда вы получаете сразу же этот СССР по системе обеспечения, вы имеете возможность выбора. Это иногда очень важно для людей, люди не всегда хотят очень часто недовольны теми средствами для реабилитации, которые предоставляются фондом и соответственно возникает очень проблема в связи с этим. Ну, самые частые так сказать нарекания это всякие всякого рода памперсы, которые люди с одной стороны получают постоянно, они нуждаются в них постоянно, но фонд приобретает их по закупочной оптовой цене соответственно фонду они достаются дешевле по оптовой цене. То есть если человек захочет купить их самостоятельно даже точно такие же, то он будет дороже, скорее всего, соответственно он не сможет их компенсировать полностью, получить компенсацию. Также, как правило, некоторые организации, производители или дилеры пытаются завысить характеристики СССР, то есть допустим впитываемость или еще какие-то другие характеристики, и соответственно фонд их закупает, а на самом деле они не соответствуют тому, что указано. а человек как бы допустим человеку проще было бы вот здесь в соседнем магазине он там допустим знает, где есть доступные для него магазины, где он может купить ну примерно за те же деньги или даже бывает там допустим, что даже дешевле, с электронным сертификацием все удобнее, почему? Потому что он не должен иметь наличных денег свободных, то есть если человек хочет приобрести их самостоятельно, он должен иметь наличие эти деньги, чтобы пойти купить, и только потом написав заявление на компенсацию, учить эту компенсацию, то есть вернуть эти деньги, то есть у многих людей с инвалидностью, особенно у пенсионеров, у неработающих, у одиноких матерей, детей с инвалидностью, может быть просто не быть этих свободных денег на каких-то две пачки памперсов, потому что иногда так бывает просто. А если речь идет о каком-то более дорогостоящем ТСР, допустим, коляска или электрической коляской, то здесь даже у работающего инвалида может не быть достаточно денег наличных, чтобы купить и потом получить компенсацию. Система сертификатов, конечно же, лишена вот этих недостатков, то есть он получил запись электронная о том, что он имеет право купить эту электрическую коляску по такой-то цене, соответственно, он идет и покупает ее все, он не должен иметь никаких свободных денег, главное, чтобы он уложился в цену этого сертификата. сертификат. конечно, и недостатки, самый большой недостаток всей этой системы, что она, конечно, очень, наверное, еще очень мало организаций, которые подключены к этой системе, и где люди с инвалидностью могут приобрести для СССР за сертификат. мы будем надеяться, что эта система будет расширяться, все больше и больше организаций и магазинов будут подключаться к данной системе, и в дальнейшем мы сможем покупать СССР, ну, в любом или почти в любом магазине, который их продает. так, ну, вроде я как рассказал все, возможно, быть, есть какие-либо вопросы у слушателей. Да, вот первый вопрос. Когда заработать сертификат на покупку лекарственных средств? Да, реализация данного права начнет работать с 1 января 2025 года. Вот, это такая отложенная такая статья, пункт в законе, и, соответственно, надеюсь, что это действительно с 2025 года она заработает без, так сказать, опоздание. Там не только лекарственные средства, там, соответственно, средства медицинского, лечебного питания и так далее. Так, столкнулись с проблем активации сертификата, то есть решение о выдаче сертификата принято, а пользоваться им нельзя, так как денег у соцфонда нет. Поэтому срок выдачи сертификата нарушается. Видите, я, честно сказать, как я уже говорил, у нас не было еще таких, не поступало вопросов, и, соответственно, мы не знаем о том, что существуют такие проблемы. Ну что ж, конечно же, пишите о проблемах, мы будем разбираться и пытаться решать их вместе. Кстати, да, я сегодня, на сегодняшний день пытался пригласить представителей департамента соцзащиты, чтобы они сами рассказали про эту систему, но, к сожалению, это не получилось. Если от вас придет очень много вопросов и рассказов о таких проблемах, я думаю, что в следующий раз мы обязательно пригласим представителей департамента, и мы сможем тогда получить из первых рук всю информацию, ну и, соответственно, донести им информацию о существующих проблемах в работе системы. так, срок нарушается, часто встречаются совершенно разные суммы, ну вот, по поводу разных сумм, как я уже говорил, здесь проблема может быть и в ошибке, также может быть и в том, что как бы срок прошел, уже прошли какие-то закупки, да, новые, и, соответственно, цена изменилась, может быть, поэтому. здесь надо, более конкретно разбираться. Денег в соц.фонда нету. Ну, я так понимаю, это они так говорят. понятна. Ну, да, новая система, к сожалению, не избавляет нас от всех недостатков системы обращения ТСР, потому что какие-то расчеты делаются не вовремя, и, соответственно, деньги не приходят на соответствующий целевой счет для исполнения государственных функций, да. Так, это был вопрос из Москвы. Угу. Угу. Ну, может быть, кто-то еще задаст вопрос. Я сейчас как бы всем напомню, что, раз мы уже затронули тему ТСР, то напомню, что с этого года у нас изменились в лучшую сторону изменились сроки для получения компенсации за самостоятельно предупрежденный ТСР. Раньше это 60 дней, то есть, как бы, 30 дней на то, чтобы орган принял решение о выплате компенсации, еще 30 дней, так сказать, на перечисление этих средств инвалидов. Теперь же на все, про все дается только 20 дней, и будем надеяться, что эти сроки не будут нарушаться, и люди, которые используют этот способ обещания себя ТСР, смогут вовремя и быстрее, гораздо быстрее получить компенсацию. Потому что, ну, даже те прописанные 60 дней, они зачастую нарушались, особенно в конце года, когда специфика, так сказать, отчетного года, она позволяет или даже способствует тому, что фонд затягивает вопрос, затягивает сроки с перечислением уже присужденных, так сказать, подтвержденных компенсаций за самостоятельность приобретенных ТСР. Да, и также хочу сказать, что с марта у нас немножко расширился перечень, федеральный перечень технических средств реабилитации, там добавлен еще один пункт, если анчевайз 23.2, по-моему, там добавлен устройство для ориентации, это, ну, прежде всего устройство рассчитано для людей с проблемами зрения, то есть слепых, слабовидящих и слепоглухих, там прописан прибор, который может помочь определить дистанцию до объекта, определить, что это лицо человека, то есть это, что это не столб, допустим, а человек перед вами стоит, вот, прибор, который обладает как звуковым, так и вибрацией, для того, чтобы дать знать человека с инвалидностью о том, что перед ним то или иное препятствие. Прибор, конечно, очень нужен, это действительно, наверное, прорыв, да, все-таки в технологиях по навигации для людей с проблемами зрения. Вот, ну, наверное, все, я прошу вас, всех, кто нас слышал, и если вы сталкивались с теми или иными проблемами с электронным сертификатом, или ваши знакомые сталкивались с этим, пишите нам обязательно, мы будем пытаться разобраться, в чем именно проблема, и, соответственно, вместе как-то пытаться решить эту проблему. Потому что, как я уже говорил, у нас не было практически вопросов, которые отражали тельные проблемы в данной сфере, по данному вопросу, и поэтому, именно поэтому у меня получился такой маленький, так сказать, такой коротенький вебинар, потому что мы пока практически не знаем, как работает система в натуре, так сказать, в реальности, и, соответственно, мы не можем рассказать о тех именных тонкостях, подводных камнях, которые могут всплыть еще. Ну что ж, всем спасибо за то, что слушали нас, следите за нашими анонсами, мы обязательно будем еще выходить в эфир. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...